Итак, я рад приветствовать всех присутствующих в зале. Меня зовут Григорий Зайцев. Я представляю, соответственно, сегодня Московский интеллектуальный клуб «Косталия». Клуб «Косталия» — один из известных русскоязычных эзотерических проектов, основан посвященным Ордену Восточных Темплиеров Олегом Телевским. И несмотря на то, что Олег, собственно, популяризирует Телему, да, учение Телемы, Клуб «Косталия» проводит лекции не только о Торо, Тоте, Алистера, Гроуле и Телемическом мировоззрении, но и о юнгиане, а также о множестве исторических колодок. О раннеитальянской, французской, английской и других школах Торо. Так вот, мои лекции в интеллектуальном клубе «Косталия» как раз и касаются освещения исторических систем карт Торо. Что во многом и послужил источником сформулированной мной сегодня темы. Для сегодняшнего выступления. Я рад, что это выступление пройдет именно здесь, в Санкт-Петербурге. Итак, начнем. Тема моего доклада «Системный подход в мантике и магии Торо». И для того, чтобы в этом разобраться, придется сделать небольшой экскурс в концепции, который нам преподнесли в области философии 20-й и недавно начавшийся 21-й век. Но прежде нужно будет взглянуть на колоду Торо немножко с самой точки зрения. Несмотря на то, что первая сохранившаяся колода триумфов, так назывались ранние итальянские колоды Торо, была создана примерно 600 лет назад, именно в нашу эпоху карты Торо обвели фундаментальное основание в научном мировоззрении, а именно в мировоззрении эпохи постмодерна. А если представить себе какой-то катаклизм, который бы стер большую часть информации о культуре Земли, и из всех существующих в мире колод через сотни лет сохранилась бы только какая-нибудь современная колода, вроде колоды Бафомета Гигера, то, скорее всего, сами карты Торо как систему исследователей будущего искусствоведа отнесли бы именно к мировоззрению конца 20-го, начала 21-го века, так как она его в наиболее полной степени отражает. Но так как нам точно известно, что Торо создавалось в Италии, не позднее эпохи Квадрачента, то это исторический факт создания триумфов в ту эпоху говорит об определенном родстве нашей современной культуры и культуры эпохи Возрождения. В пользу этого также может говорить и то, насколько популярна в последние годы стала Торо. Если бы мне пришлось на пальцах объяснять, что такое постмодерн, человеку далекому от научного мировоззрения, я бы просто дал ему колоду картава. В этой системе изображений каждый рисунок обладает своим, с одной стороны, ограниченным, с другой стороны, фактически безграничным смысловым полем. Заметьте, я не использую узкое слово «значение», но использую именно слово «смысловое поле». Эти рисунки, с одной стороны, подчинены определенной стратификации, числовые карты, фигурные, старшие арканы, но в то же время стратификация – это не жесткая и позволяет значительную степень интерпретации как для каждой отдельной карты, так и для расклада в целом. Так, в частности, малый аркан трактуется то, как подчиненный старшему, то есть ограниченный по смыслу, то, напротив, как наиболее сложный, так и наиболее абстрактный. Ну, так, в частности, Голубу интерпретировал. И то, и другое при определенном углезрении верно, что говорит именно о смысловом поле, а не о узком значении каждой карты. То есть, в данном случае, подобно заучивать именно какое-то значение. Нужно понимать, что это очень объемные категории. По сути же, свои колоды как второе. Это система, которая гипотетически представляет собой все мыслимые ситуации и оттенки их проживания, как в человеческом, так и в божественном мире. Представлены они в виде картинок, которые могут работать как автономно по одной карте, так и в любой совокупности. В любом количестве можно даже несколько колод использовать при желании. То есть, колода как второе. Это универсальная модель интерпретации реальности. Или открытого, как сказал бы виднейший философ в нашем дне, Джон Джаггал. Ну, что такое интерпретация этой самой реальности? И как она работает? Действительно ли Таро предсказывает будущее? Или это своего рода великолепная игра в бисер, игра, перестановка значений, смысла? Для ответа на эти вопросы нам понадобится обратиться к трудам двух мыслителей 20-го столетия, таких как Мартин Хайдеггер и Мишель Фукул. Я попробую максимально просто изложить их идеи, потому что идеи очень сложные. Мартин Хайдеггер, как интерпретирует в частности его труды Органгель, утверждал, что в реальности все существует в одновременности. Человечество же на протяжении своей истории лишь открывает разные грани этой реальности, этого открытого бытия. То есть, когда все во всем. Открытым оно называется потому, что оно никогда не было сокрыто от нас. И по этой причине как раз на ней не воспринимается. Как в известном буддистском Каане, да, про воду и рыбу, где на вопрос, кто менее всего знает о воде, верно отвечать рыба, потому что она всегда в воде. Рыба не воспринимает воду, да, она не знает о воде ничего, потому что она никогда не была в ней воды. Вот, соответственно, мы, если нас представить такими же рыбами, да, мы не воспринимаем ни то, чего не знаем, а то, к чему настолько привыкли, что мы этого просто заметить не можем по определению. Но меньше всего мы слышим, например, как кровь пульсирует, омывает ренте руха, да, потому что в первых же несколько дней прибыли, слишком громкий зон. Другой великий философ, труды которого помогут нам разобраться в данной правлении, в проблеме того, как оно работает, это француз Мишель Фуко. Он дополнил картину Хайдегера тем, что сформулировал следующую максимум. Вне дискуссивной практики, то есть вне речи, вне языка, в самом широком смысле этого слова нет никакой реальности. Так как мы воспринимаем только то, что может быть узнано, определено или названо. И, соответственно, наоборот, мы называем только то, что воспринимаем, что осознаем. То есть вне этого находится некое ничто, которое условно можно назвать, конечно, словом ничто. Это не значит, что этих компонентов нет в реальности. Это значит, что их нет в нашем осознанном бытии. Так что могут нам дать принципиально важные вот эти две концепции для понимания, как работает колода Таро? А очень и очень много. Думаю, для тех, кто здесь присутствует, не секрет, что великий психиатр XX века Карл Густав Юнг уделял огромное внимание понятию синхрония. Он пытался совместно с великим физиком Вольфгангом Пауле, лауреатом Нобелевской премии по физике, создать концепцию синхронии, то есть концепцию случайных совпадений. Это называлось недетерминированные причинно-следственные отношения, то есть недетерминированные причины и следственные, смысловые соотношения. Он определил синхронию как аквизуальный объединяющий принцип, то есть случайный, неподчиненный логике определенных закономерностей. Для прояснения того, что такое синхрония, приведу к очень простой примеру. Представим, что человек пишет книгу о символике рыбы, допустим, в христианской культуре. Этот человек выходит прогуляться по городу, и везде ему попадаются надписи типа «свежая рыба», «рыболов», «все для рыбалки» и так далее. Он идет дальше и видит возле магазина лежащую на земле рыбу. Из радиоприемника слышится астропрогноз для знака «рыб». А в витрине книжного магазина у него выделяется фамилия, замечает он «рыбалка». Он приходит в свой офис, ему подносят документы и говорят «подготовьте нам их рыбу». Ну, мы все сделаем, имея в виду макет. Казалось бы, что еще более убедительно может доказывать синхронию и существование случайных связей в мире? А я подчеркну, что специально сильно утрировал пример, который приводит Карл Густав Юнг. А вот теперь я покажу, как это на самом деле работает. Помните про Хайлигера? На самом деле одновременно происходит все и вся. Ежесекундно случается такое количество микроизменений в реальности, что их не только наше сознание не может отследить и воспринять, но даже бессознательно мы воспринимаем только маленькую часть этих изменений и событий. И для того, чтобы не ровнуть в хаос вот этого всего и вся, в сознании бессознательно каждого человека присутствуют доминанты восприятия. Часть коллективная, часть субъективная, личная. И эти доминанты восприятия тщательным образом фильтруют реальное бытие, делая его воспринимаемым. То, что Мишель Фуко называл словом эпистема. Отсюда и название науки эпистемологии, наука о знании. Выйти за рамки коллективных доминантов, особенно доминант эпохи, ну, конечно, не под силу человека. Человек не может, Ньютон, знать теорию относительности Эйнштейна. Это нереально. Но выйти за рамки некоторых локальных доминантов восприятий, и особенно субъективных, вполне и вполне можно. Покажу на примере. Обратимся вновь к тому дню, когда человек везде видел рыбу. А теперь представим, что этот человек работает не над текстом о рыбах, а вообразим, что, к примеру, он пишет какую-нибудь работу о масле. Вот он выходит прогуляться по тому же самому городу. И в витринах магазинов ему уже попадают надписи. Масло и молоко. Отличное машинное масло. Эфирные масла. Масла из мас. Он идет дальше, и возле рыбного магазина он видит лежащую на земле рыбу, залитую маслом. Из радиоприемника он слышит обрывок фразы «масло масляное». А в витрине книжного магазина выделяют фамилию «прием масло». После этого дня он приходит к себе в офис. Ему подают документы и говорят, сделайте нам их рыбу, и все пойдет как по маслу. Тут и кроется природа синхронии. Ведь мы начинаем замечать явления, которые раньше не замечали. Так как были под диктатурой определенной идеологии или эпистины. Но согласно тому же Мишелю Фуко, замечать и созидать – это одно и то же. Ведь то, что остается за кадром сознания, не существует для нас. А осознавая это нечто, мы в прямом смысле слова творим новую реальность. Так что проблема человека не в том, что он не ведает, что творит, а в том, что он не ведает, что творит. Разница большая. В обоих примерах синхронии я ничего не поменял в маршруте этого человека. И ничего не поменял в ситуации. И в первом и во втором случае он шел по городу и видел одно и то же. Но в первом случае, так как доминанты его сознания на данный момент был образ рыбы, он замечал то, что было с этим в наибольшей степени связано. А так как доминанты сознания во втором случае было амасло, то замечать он начинает другие вещи. Хотя и там, и там он реально видел одно и то же. Хотя это тоже не совсем так. Так как правильнее было бы сказать, потенциально он мог увидеть одно и то же. Но видел он разные вещи. Он видел то, что позволяли ему видеть его доминанты сознания, которые в свою очередь включены в более емкую конструкцию, а именно языковое поле или эпистиму локуса, место. Или даже целые эпохи. Это уже более страшная вещь. Это такая же настоящая матрица. Пахлеще, чем в блокбасте. Еще более проясню описанную систему синхронии, используя графическую схему. А также освещу еще не рассмотренные нами очень важные моменты в ней. Представим себе линию. Каждый предшествующий сегмент линии порождает последующий. Все подчинено железной логике причинно-следственных связей. А теперь представим себе любую другую линию, которая пересекает эту. На самом деле, даже если линии будут параллельные, если вы знаете современную науку, то они все равно пересекутся. А все остальные, соответственно, не параллельные, все пересекут ее в любом случае. Таких линий миллиарда будет. Внутри этой второй линии также действуют строго определенные причинно-следственные связи. Но в момент их пересечения, пересечения этих двух линий, рождается нечто новое, свободное от причины и следствия. А именно смысл или измерение глубины. Представьте себе, что вы набираете, допустим, номер телефона. Какого-то человека, и в этот момент перед вами останавливается автомобиль с номером идентичным первым цифрам набираемого вами телефонного номера. С точки зрения причинно-следственных связей, связь тут нулевая. Но с точки зрения смысла, связь огромна. Так как на самом деле измерение причинно-следственное, то, что Карл Густав Юнг в своей красной книге, в своих дневниках называл словом «дух временный», и измерением смысловым, то, что тот же самый Юнг назвал «духом глубины», фактически это взаимоисключающие измерения. Смысл и причинно-следственная логика. То есть причинно-следственной логики смысла в принципе нет. Даже в строго научном понимании этого слова. Так как смысл, цитирую по философскому словарю, смысл – это сущность феномена в более широком контексте реальности. Ну, то есть смысл возникает только при пересечении хотя бы двух этих людей, случайно. Так что те, кто ищут смысл жизни, ищут его зазря. Смысла жизни в жизни нет. Он только в том, как она проживается, и в том, с чем пересекается, и как это воспринимается конкретным каждым человеком. Из выше приведенной схемы ясно, что измерение смысла свободно от причинно-следственной связи, что очень-очень важно для последующего хода рассуждения. Теперь же представим, что нашу линию пересекают не одна, а, допустим, три линии. Точки их пересечения можно соединить, допустим, волной в голове, естественно. Да какая логика у человека? Можно соединить угольниками, можно соединить квадратами. Можно вовсе, кстати, не соединять. И от того, как мы их соединяем, вот это соединение – это наше мировоззрение. Оно наделено смыслом. А как видите, причина-следственная связь, оно никаким образом ее не поменяло и не исказило. Но реальность, которую будет воспринимать человек в этих трех точках, будет совершенно разной. Это наглядно демонстрирует вот эти фигуры. И все бы тут было более-менее просто и понятно, если бы, как я уже говорил, в одновременности не случались миллионы потенциальных смысловых совпадений. Так что каждая из выбранных нами способов объединения этих точек пересечения линий можно соединить в одновременности на самом деле разные события. Представьте себе, что вот эта линия не плоская, а она вглубь уходит на километры. Да, и мы можем на разном уровне вот эти же самые линии рисовать. То есть в это же время объединять совсем другие события, которые сейчас происходят. Приведу простой пример, чтобы вы поняли. Допустим, как я приводил пример с телефоном и номером автомобиля, один человек заметит то, что цифры совпадают с номером, а другой человек в эту же секунду заметит, что у автомобиля такой же цвет, как у его рюкзака. То есть это одновременно разные события. И то, что он заметит, будет маркировать смысл. Каким смыслом этот человек одержим, если угодно, в этот момент. То есть вырисовывается сложенная, то есть сложенная из многих областов, многослойная картина реальности. На одном ее полюсе смысл, который возникает из случайных совпадений, но в то же время порождается доминантами восприятия. С другой стороны, причинно-следственный ряд, который подчиняется строго детерминированному послугу реальных событий, но в то же время из которого воспринимаются преимущественно те события, которые акцентируют внутри все те же доминанты восприятия. Казалось бы, значит, мы полностью детерминированы нашими доминантами восприятия. А это и так, и не так. Так, ведь действительно мы видим только то, что позволяет нам видеть нашу модель реальности. Но, с другой стороны, сами доминанты восприятия порождаются смыслом случайных совпадений, случайных пересечений событий причинно-следственного ряда. То есть доминанты во многом творим мы сами, причем, как правило, бессознательно. Да, в этом была разница между профаном и невыругательным, в смысле слова. Да, просто непосвященным, но магом. Еще раз верните, скажем, к тому моменту, что сами доминанты мы творим сами. Вот еще раз. Дело в том, что мы творим их самих, но бессознательно. А маг их творит осознанно. И я сейчас буду учить, как это делать, да? Чуть ближе к концу лекции, потому что еще какие-то моменты надо осветить. Но, тем не менее, этому и посвящена лекция, да? Как научиться этим работать. А почему доминанты меняются? Да потому что смысл доминант восприятия не вредить нам, а помогать адаптироваться. На самом деле, для этого сделано. И встает вопрос. Как же эти доминанты обновляются? И обновляются ли они на самом деле вовсе? Можно ли их осознанно сменить? Или они закладываются в самом раннем детстве, и далее человек становится, по сути, их узником или рабом. Предосхищая данную систему доказательств, скажу, доминанты восприятия периодически обнуляются. За счет погружения в область, лишенную смысла. То есть в область случайного. В область, лишенную смысла, в профанном смысле. То есть в область бессмысленного. Внутри нас это происходит в фазе сна. Ежедневно. Вовне может происходить через мантику и магию. Относительно природы сна, тем, кому интересно, смотрите мою лекцию юнгианскую на международной конференции МАП. На ютубе она есть в бесплатном доступе, полностью выложена. Григорий Зайцев. Риминальные аспекты сна. Достаточно большой резонанс она имела в научном сообществе. Хотя я считаю, что она доступна в языке. Можно вполне посмотреть. Про мантику и магию уже поговорим сегодня и поговорим подробно. Так что давайте разбираться вместе. Мы знаем по работам Мишелеву, Томаса Буна, Славой Ажижека, Джорджа Агамбина и других видных философов о наших дней или недавнего времени. Насколько тесно связано наше представление о реальности с языковым полем или дискурсивным полем, в котором мы находимся и через призму, в которой воспринимаем реальность. С одной стороны, языковое поле, как система координат, позволяет нам быстро реагировать на любую типовую ситуацию. Так как она фильтрует и оставляет нам только самую нужную, с точки зрения доминанта восприятия, информацию. Это как повторный запрос компьютера. Одного и того же. И уже значительно быстрее реагирует. Зато мешает чего-то другого видеть побыстрее. А здесь то же самое. С другой стороны, языковое поле всегда связано с понятием контроля. Над нами, естественно, на контроле, а не нашего другого. Как выражение принципа ограничения свободы видения. Дискурс по Мишелю Фуко – это то, что создано из совокупности знаков. Почему это столь важно для Таро? Совокупность знаков. И любой дискурс есть своего рода клетка, своими границами устанавливающая и границы воспринимаемой или выражаемой с его помощью реальности. Так как вне дискурсивных практик объекта, как объекта познания, не существует. То есть, если доминанты сознания у человека, видящего рыбу, были одни, а у масла другие, так вот, если бы у него этих доминантов сознания вообще не было, то он бы на самом деле не видел всё и вся, он бы вообще ничего не увидел. Ни масла, ни рыба, просто вот дурку попал, простите, да, за сравнение. Потому что сознание человека не может воспринять всё сразу, по определению. Даже бессознательно это не может, это слишком большое количество информации. Вы психотик, самый такой настоящий, хороший. Переключая же доминанты сознания, он видит собранные воедино отдельные фрагменты реальности, имитирующие целостную реальность. Понимаете? То есть, надо понять, что наша целостная картина реальности – это отдельные осколки, имитирующие целостную реальность. У меня у всех, а у меня она абсолютно разная. То есть, два человека в одном месте находятся и видят реально разные миры. В прямом смысле этого слова. В первом случае это была реальность образа рыбы, во втором – маслом. Ну, я его совсем примитивно тогда привёл пример, возможно, но более сложный. То есть, если называть вещи своими именами, получается, что наши доминанты восприятия незримо господствуют над нами, над нашей свободой видеть что-то иначе, навязывая нам то, о чём и как мы будем думать. Так как для того, чтобы думать по другому и о чём-то ином, нужны другие доминанты восприятия, которые, однако, неизбежно привнесут свои ограничения, и так до бесконечности. Давая вам преимущество в быстрой адаптации, мироконцерт или совокупность доминантов восприятия, или мировоззрение, да, любое такое слово, не позволяет нам быть инициаторами чего-то вне причинно-следственной логики данной системы. Или, как это любят называть словой жижек, идеология. Сейчас этого слова боятся в последнее время, да, идеология. А слово идеология хорошее, потому что оно ассоциируется именно с ограничением. А на самом деле, действительно, навязывающая вещь. Это очень вещь, связанная с подавлением. И если бы все было именно так, как я сейчас только описал, а у работ, посвященных парадигмальному мышлению человека, великолепная доказательная база, имеющая уже более чем полувековую научную историю, то мы бы оказались в механистической модели человеческого мира, где действительно, как в представлениях мыслителей нового времени, люди бы были лишь винтиками огромных космических часов. Весь мир превратился бы в машинерию, а человек был бы полностью подчинен победно шествующей на своих костылях судьбой. Человек в таком мире был бы полностью подчинен дважды. Во-первых, причинно-следственными связями ситуации во внешнем мире, а во-вторых, свои внутренние конституции, идущие из ДНК. При синхронии на самом деле нет нарушаются законы причинно-следственного ряда. Как вы помните, каждая из этих полосок, она точно следует причинно-следственной связи. Они не случайны. Случайны моменты их совпадения, но это не нарушает общую причинно-следственную логику. Просто в моменты синхронии в нас присутствуют две разных системы мировоззрения и две различные системы доминант-восприятия. Одна сознательная, другая бессознательная, или точнее полусознательная. Именно по этой причине для Юнга и было так важно выявление синхронии, так как через нее можно было выявить бессознательные доминанты восприятия и начать с ними работать. Так что удивительные совпадения в жизни, которые у каждого человека, наверное, встречались, замечали, всегда маркируют не нарушение причинно-следственного ряда, а наличие как минимум двух доминант восприятия. Осознанное и неосознанное. Когда в наше осознанное бытие прорывается информация из доминант восприятия нами неосознаваемых. И это и воспринимается как некое чудо, как некое совпадение. Я уже говорил, это уровень глубины, это уровень соединения во внультаре. Их осознавание – ключ к тому, чтобы научиться ими пользоваться. До этого же человек пока не научится с этим работать, с уровнем смысла, с уровнем глубины, он действительно действует в мире, в котором все подчинено фатальности и причинам слеза. Однако большинство современных ученых не считают, что человек вовсе ничего не решает в своей судьбе. Ну, кроме каких-нибудь изощренных фанатов от науки, типа нового бихеверализма и так далее. Это такие тоже есть, в Америке особенно. Впрочем, как мы отлично знаем, из работ того же Томаса Куна парадигмы или мироконцерты, мировоззрения, да, исторически сменяют друг друга. А дискруксивные практики, языковые практики, распределены по областям применения. Ну, к примеру, вот здесь я с вами говорю не так же, как там на лекциях в ВУЗе, да, когда я преподаю. По-другому, вот. А там, если вы пойдете на рынок, то вы еще по-другому будете говорить, да. То есть меняется языковая практика, и меняется сам мир, меняется сам быт. Не место, его определяют. Так вот, из этого так и хочется сделать вывод, что человек все же способен как-то повлиять на смену парадигмы, как и на выбор наиболее адаптивной дискруксивной практики. Коль скоро происходят научные революции, коль скоро эволюционирует сам язык, язык меняется со временем, да. А для этого нужно допустить, что человек эпизодически имеет непосредственное восприятие бытия не обусловлено в языковом поле. То есть без идеологии и без парадигмы. И такое видение бытия, по моему мнению, человек воспринимает из двух источников. Ежедневно внутри себя, из сновидений. И в более редких случаях через мантику или магию, да, то есть через технику предсказания, через технику изменения реальности. Это уже, естественно, сознательно было не происходит. Это и позволяет человеку постепенно взламывать парадигму и переходить к новой, более адаптивно пригодной. То есть для того, чтобы создать новый смысл, нужно обратиться к территории случайного, к тому источнику, где уровень стахастических совпадений максимальный. А именно это и дает нам колода карт Таро. Но чем же системный подход, такой как колоды карт Таро, допустим, а Таро это система именно, да, 78 карт, много лучше, чем, к примеру, традиция позитивных аффирмаций. Вроде традиция проще в 10 раз, да, зазазубрил, как попугай какой-нибудь, я хороший, я хороший, я хороший, и повторяешь, да. Позитивная аффирмация – это практика, когда человек пытается сменить свое мировоззрение, то есть доминанты восприятия, через осознанное повторение того, чего бы ему хотелось получить в жизни. Эта практика на самом деле не оккультная, это Куэ еще в психологии давным-давно употребляет, да, то есть это все пришло в оккультизм из области психологии. Но давайте разбираться, что на самом деле происходит при этих позитивных аффирмациях. Просто некоторые и таро так используют. Представим себе следующую картину. Х будет у нас потребностями этого человека, да, а Y – его возможности. Как видите, возможности у этого человека очень и очень ограничены, да, а потребности очень и очень высоки. Такое положение дел в простонародье называют хреновым. Это не удача, это то, что человека явно не устраивает. Так вот, если он начинает использовать позитивную аффирмацию, то он эту же ситуацию принимает за ситуацию другую, где его возможности огромны, а потребности незначительны. Но любой математик, да и просто любой здравомыслящий человек скажет вам, что если мы точку А называем равной точкой Б, хотя они находятся в совершенно разных местах, внутри одной и той же системы координат, то такая информация называется ложная. То есть это неправда. Именно по этой причине с фанатами позитивных аффирмаций случаются такие явления, которые в магии именуют словом «откат». Хотя на самом деле никакого отката как такового не бывает, по крайней мере в данном случае с аффирмацией. Просто на место верной информации человек разместил информацию неверную, ложную. Изначально получил от этого эйфорию, как от наркоты, упиваясь своим всемогуществом. Так как из-за, условно говоря, обмана зрения он увидел весь мир в розовых очках. Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитарам. Вот это как раз. Или как Балавадская писала, что белые братья нам помогут, это санитария. Они помогают, очень эффективно. То есть все печали и обиды у человека отступили, и он решил, что теперь он точно король положения. Но сама жизнь все поставит на свои места. Вернув его с небес на землю, вот вам, пожалуйста, и откат. Только такой человек, во-первых, снова попал в ситуацию, из которой на самом деле никогда и не выходил. Во-вторых, вернулся теперь с поражением, а это уже большой минус. А в-третьих, потерял время. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию, он просто время потратил свое. То есть три минуса. И очень мощно. Такой удар не каждый на самом деле психологически выдержит. Но что же происходит, когда мы в такой же ситуации обращаемся к такой системе, как к Аштатарам? К примеру, нам выпадает карта шестерка жезлов. Победа. А мы находимся в невозможно тяжелой для нас ситуации все той же точке А. Я специально привожу карту Победы, потому что именно ее мы брали за точку Б в позитивных аффирмациях. Чтобы было понятно, что у нас случайно карта это выпала. И тут и заметна разница. В отличие от позитивных аффирмаций, каждая карта Таро не перетаскивает точку А в точку Б, но начинает конструировать всю систему координаций так как позитивная аффирмация это лишь часть той же системы координат, в которой мы были изначально, просто ложные. А колода Ка-Таро, как система, моделирует заново саму систему координат. Линия Х и линия У получают новое значение. Вот в чем суть. То есть за точку отсчета мы берем именно точку А. Мы точку А обзываем победой. И она находится у нас в этом месте. Я привел один из сотен возможных вариантов значений для Х и У теперь. Тогда предположим, что Х у нас будет соответственно цифрами, числовыми картами, а У будет мастями. То есть в данном случае точка А абсолютно соответствует реальности. Так что же это может нам дать? Тогда окажется, что карта победа говорит о том, что на уровне воли, жезла, да, и на уровне креативности у этого человека возможны значительные достижения. Ничего не говоря при этом о материальной составляющей и зоне комфорта. Это Кубки и Динарии. Но к чему я это веду? А к тому, что когда человек вытягивает ту или иную карту из колоды Таро, он начинает искать эти значения в своей жизни. А так как вы уже поняли, что в одновременности происходят мириады уровней событий, то он находит какой-то уровень, которого раньше не видел. Так как шанс вытянуть именно ту карту, которая указывала на тот уровень, который вы и так воспринимаете, ну он не слишком велик, особенно если человек делает многокарточные на склады. Ну если одна карта, это еще можно как-то. то в данном случае всегда это будет так или иначе частично новая информация. То есть случайность, а значит неподчиненность причинно-следственному ряду позволяет увидеть другую грань жизни, которая с этого момента при вере в расклад начинает работать. То есть колода карта второго позволяет корректировать доминанты восприятия, переключая с одного уровня на другой реальности. Доминанты восприятия, как вы уже помните, не только влияют на то, что мы видим, но и сами, как органы адаптации, меняются при каждом столкновении с иным. Вот это как столкновение с иным переключает наши доминанты восприятия. Так что в отличие от статичных, позитивных аффирмаций, которые если и действуют, то ненадолго, так как обман на самом деле никогда продуктивным быть не может, тороже является системой трансформативной, меняющей реально всю систему координат данной личности и позволяющей взглянуть на те же события под другим углом. То есть перейти с уровня рыбы на уровень масла. А вопросы можно походу задать? Да. Посмотрите, если вот речь идет, допустим, о жезлу, то есть о творческом острове, допустим, да, целом какого-то. А вопрос был задан по поводу монет, поскольку они самые верхние, то есть поляки, немножечко другие. То есть, да, он выводил все новые доминанты, то есть сделал на уровне жезла. Да, но он говорит, да, я творческий человек, я вот могу быть победителем в площадке, но вот, а мне все равно кредит надо платить. А пришлось вопрос про кредит. Я понимаю. То есть, в данном случае, человек, если он загнан вот этой материальной сферой, то есть, его же положение лучше от этого реально материальное не стало, но если он переключается на именно компоненту воли, находит в себе именно, то есть смысл, я об этом сейчас немножко чуть позже говорю, он, смысл переключить. Я просто педагог вузовский уже много лет, более 10 лет преподаю вузе, причем преподаю музыкальные дисциплины, да, и я композитор, член правления союза композиторов. И когда человек не может что-то выиграть, нужно переключить на совсем другое. И неожиданно это начинает случаться. Потому что очень часто смысл, когда что-то у нас не получается в жизни, когда бессознательные вот эти вторые доминанты восприятия, они могут найти себе зону выхода. Они не находят, и они начинают привлекать к себе внимание, тормозя наши сознательные доминанты. Если мы через случайность даем им выход, то и так получится. Пусть это будет 10 разных попыток у него, но человек будет верить, что у него вот это есть, он найдет выход. А если мы ему скажем, ну нет у тебя денег, и ничего не стоит, и что? Чем идти и вешаться? Он, мы когда у нас... А что эриксоновский гипноз делает практически, да? Вот не совсем то же самое, потому что здесь получается человек сам это находит. Это получается эриксоновский самый гипноз. Смысл-то в том, что получается здесь мы даем раскрыться внутреннему человеку, этого же человека, а там мы ему навязываем свою. А хорошо ли это? Не факт. Это по императору, извините. То есть получается он начинает фиксироваться в данном случае на том, что не удается. И он просто... Да, смысл мы говорим, вот нет, у вас есть очень большой потенциал творческий. Человек начинает выискивать, а в чем? И он находит то, в чем он сейчас победитель. А если он нашел ту точку, в которой он реально уверен в себе, так значит, это правда. И он сможет сейчас в этом направлении резко продвинуться. И остальное просто включет мысли свои от тех вещей, которые... Понимаете, если человек куда-то продвигается в жизни, раскрывается, то все остальное тоже прилагается. Конечно подтягивается. А если просто долбиться головой в стену, стена-то не рухнет. Но, понимаете, с одной стороны можно так, получается, человек выискивает ту садовинку, по которой он из-за своей жизни может вылезти. И он должен ее сам найти. Ему не надо говорить там, вот у тебя-то... Пускай сам ищет. Есть карта? Есть. Значит, она определенные вещи. Пускай ищет. Но, как известно, где один человек увидит великое благо, да, тотальную свободу, а другой может увидеть великую погубу и предельный фатализм. Ведь одно дело, если вам выпала шестерка жезлов, да, или туз жезлов, и двойка чаш, там, да. А совсем другое дело, если выпала пятерка монет или пугающая профана в карта смерти. Да, что тогда делать? В дело в том, что сталкиваясь с пространством не обусловленным, причинно-следственным рядом, каким является колода карт Таро после того, как ее, естественно, перетасовали, да, не до этого. Человек создает новый смысл. И то, как он его создает, творит новую причинно-следственную цепочку, которая далее будет двигаться уже строго по заданным направлениям, да. И вовсе не обязательно, что если человек думает, что он творит что-то прекрасное и замечательное, это не приведет его к катастрофе. Упущенная маленькая деталь, неправильное понимание своей роли в данной ситуации, действующих сил в самой ситуации, все одно. Человек становится жертвой самого же себя. Отсюда, очевидно, и проистекает панический страх обывателя, как перед магией, так и перед мантикой. Считается, что если копнуть в глубину мира запредельного, можно этим подписать себе смертный приговор. Но если не физически, то по крайней мере психически, да. Вот даже психологии боятся. Ну, туда же еще и психологов на церквях же пишут, да, йогам, психологам, магам вход запрещен. Вот, вот примерно и стоишь все. И подобные предубеждения на самом деле не безосновательны. Соприкасаясь с нуменозной реальностью, человек обычно включает ее в дискурсивную практику, по-русски, то есть интерпретирует эту непонятную ситуацию. Но делает это, как правило, неосознанно, а значит, не ведает, что творит. В таком случае он подобен мартышке с пистолетом, так как запускает действия тех процессов, которые не может контролировать. Так как сила мантики в попытке вырваться в зону случайного и осмыслить это так, как если бы это случайно имело прямое отношение к будущим или прошедшим событиям. То многие люди понимают предсказания как неотвратимость, как указ, как закон. То есть смена доминант восприятия у таких людей происходит более адаптивно пригодной на менее адаптивно пригодной. с целью скрытой привести их в итоге опять же к первоначальным доминантам восприятия. То есть они так противятся этому, что меняют на менее адаптивно пригодную доминанту. То есть у этих людей настолько велик страх трансформироваться, поменяться, что приводит таких людей к недостаточному отказу от первоначальных доминант восприятия, которые просто, как есть по Фрейду, вытесняются бессознательно. Закрыли карту, вроде как ее и нет. Никуда она не денется. Это карта-то. Есть она. Мы просто не забыли. А если мы не забыли, значит она действует в 10 раз сильнее. Теперь это враг, которого мы не знаем, который за спиной с ножом кладет. И эти вещи бессознательно начинают в кавычках мстить своему владельцу в виде общеизвестного феномена, а именно фатализма. Фатализм, что это такое по существу? Это внутренняя уверенность, что существует единая судьба, единая правильная реальность и единый правильный способ ее восприятия. Под словом правильный, естественно, подразумевает свой, то есть того человека, который подразумевает, который у него был изначально. По этой причине, когда происходит пересимволизация через карты или через любой другой оракул или магический артефакт, человек бессознательно желает вернуться к прежним, к старым доминантам восприятия, что способствует мести фатума или откатума, как я показывал на примере с позитивными аффирмациями. И что же делать тогда? Ведь у большинства обыватели присутствуют действительно просто панический страх перед предсказанием. Будто предсказанную судьбу нельзя изменить. И в этом тоже есть доля правды. Я уже напоминал об опасностях негативной, неосознанной интерпретации случайных совпадений. Примерно то же происходит и в данном случае. Человек, которому вы интерпретировали расклад, получает послание, но оно может оказывать на него и деструктивное действие. Предположим, он попал к непрофессиональному торологу, а к цыганке-годонке, который ему говорит, что он погиб на следующей неделе. Это сплошь. Ситуация абсолютно нормальная. Это самый такой нормальный ответ у цыган. Еще рада будет очень, что это предсказали. И вместо того, чтобы вырваться из этой деструктивной смысловой системы, бедняга всеми своими действиями будет изо всех сил способствовать исполнению данного предсказания. И с большой долей вероятности, поверьте, оно существуется. Так как мы, то, что мы привыкли этим словом обзывать, это не только наше сознание, но и много всего еще, чего мы о себе вообще не ведаем. И это то, что-то, что есть у нас, тоже весьма и весьма эффективно влияет на нашу судьбу. Если мы туда загнали эту идею, что нас что-то должно мастировать, мастерить, еще как, сам человек делает шаг под машину, сам человек иступается, все на месте. фатализм рулит. С другой стороны, может произойти две иных вещи. Первое из них предсказание не будет воспринято как послание из нуменозного, сакрального мира. Ничего не изменит системе взглядов человека. Он так и останется в той матрице, которая была ранее. Соответственно, это люди такие, не пробивая мир. Которому что ни говори, он какой был, такой и будет. Вне зависимости, дело ему говорят, это ли ерунду. Таких больше всего, кстати. Поэтому не всегда предсказание работает. Вторая же вещь, которая может с ним произойти, это то, что приняв глубоко послание, он попытается преобразовать ситуацию настолько, чтобы ужасного предсказанного случая не произошло. А это можно сделать следующим. К примеру, если должен умереть именно такой-то он, то если сам он станет другим, то он и не умрет. Точнее, он умрет, но умрет тот он, которым он был ранее. Просто не в физическом теле, а как интеллектуальный единиц. Если человек полностью сменил свое новозрение, то он же другой уже человек. Реально другой человек. Строго научной точки зрения человек это философская категория. Биологически мы приматы. А человек это то, кем он является в обществе, то, кем он для себя лично является, как носитель мировоззрения. Если он сменяется как носитель мировоззрения, другой уже человек. Отработало предсказание? Отработало. А умирать ему биологически вовсе не обязательно. Вот такой хитрый ход. Проигистрирую это более подробно на примере карт Таро из святого древа Этхахаин. Если человек вытягивает карту, значение которое ему крайне неприятно и хотелось бы избежать. Есть отличный некогда придуманный мой способ. Нужно найти где на святом древе находится эта карта. Например, у нас была неудачная ситуация, значит, мы ее должны определить как пятерку динамию. Человек материальный нужд и выбрать ситуацию, то есть сигнификатор карту, в которой человек хотел бы прийти. Сигнификатор не человека, а ситуации новой, которая ему нужна. Ну, к примеру, шестерка дисков. Следующая карта. После чего посмотреть, какой путь на святом древе их объединяет. В данном случае 22-й путь, путь ламят. Во французской школе Таро это путь повешенного. Таким образом, если человек полностью перевернет с ног на голову свои взгляды на существование, а именно это означает карта повешенной во французской традиции, в том числе, естественно, у него большой аспект значения, то человек сможет получить в качестве результата не нужду, а благосостояние. Возможно, этот человек уже несказанно богат, допустим, внутренним опытом, который он может помочь. Только не может этого оценить, а возможно он и не видит той жертвы, опять же повешенной, которую нужно в самом себе принести самому же себе, дабы обрести мудрость, как это сделал Один висят на древе Игдрасе. Вот путь ламит и пятерки, и шестерки. Пятерки в гуре, вот Тиферет это шестерки. Но если ничего из этого человек в своей жизни не находит, не признает, он начинает сомневаться в раскладе. А это приводит к возвращению в первоначальную матрицу. А для того, чтобы туда не вернуться, нужно осознавать, что Таро это гибкая система, и можно использовать не только ее один срез, но многие. К примеру, в Граулянской школе путь ламит это путь регулирования архануя, а это значит, что приведя в равновесие свои потребности и свои возможности человек из бедственного состояния постепенно может прийти к комфортному. Тиферет это предельное равновесие на святом древе. То есть карта обращает внимание, то есть карта пути ламит регулирование, на некий дисбаланс, который нужно исправить. Тогда человек попадет в желаемую им ситуацию. Итак, мой интерпретационный ход здесь заключается в том, что я априори предполагаю тотальную мобильность, которой нет у тех, кто придерживается взгляда на предзаданность, да, некую, что есть значение, не смысловые поля, а значение. Если вы работаете с значением, вы попали уже в фатализм. Все, вы из него никуда не вылезете. Внутри матрицы, внутри значений случайное это действительно разрушение, это абсолютное зло, если хотите, но вне матрицы случайное есть золото мудрецов, ибо это одна из высших ценностей, потому что то, что лишено смысла, может быть наделено любым смыслом, а то, что обладает уже каким-то смыслом, должно быть сначала бессмысленно, чтобы было наделено новым смыслом. Но это как в простейшем этом Коране, когда буддистский монах объяснял, да, дзен, он там чашку налил и продолжал лить, из нее выливалось, выливалось, что для того, чтобы налить чашку, нужно сначала опорожнить чашку. То есть, какая бы ни выпала человеку карта, она вскрывает перед ним ту реальность, которая у него есть, или к которой он с наибольшей вероятностью идет. Но это не значит, что он обречен тут быть и обречен туда попасть. Сориентировавшись по схеме Древа Эцхахаим, человек волен избрать свой индивидуальный путь. Он теперь не блуждающий в тумане, но видящий свой план реальности. А другой человек захочет в эту же шестерку пойти совсем другими методами. Правильно? Это же он сам выбирает. Я просто самый короткий путь указал. Да, если он в сложной ситуации, типа в гвурье, в пятерке динамиев, это плохо. Но лучше ведь знать, где есть сложности, чтобы их обходить. Как раз фатализм заложен не в знании того, что у тебя плохо, а в незнании. Когда человек не знает точно, что у него плохо, ему кажется, что все плохо. Когда человек кажется, что у него все плохо, это значит, он просто не может локализовать то, что у него плохо, он не может это определить. Это незнание. Представьте себе, что вы выбираете наугад, допустим, на чем поехать, на электричке или на автобусе, с равным вероятностью определенных проблем. Если вы действительно не обладаете знанием, то есть, допустим, у вас нет выхода в интернет сейчас, вы выбираете наугад. Можете благополучно столкнуться, что или сегодня автобус сломается, или вообще они сегодня не ходят, или электричку отменили. И останетесь сидеть благополучно на вокзале. если бы вы обладали видением всей картины в целом, вы бы уже не выбирали случайно, но выбирали бы осознанно путь с наименьшим сопротивлением. Да, если вы видите, вам удобнее на автобусе, но вы видите, что они отменены. Это вот гвура, это проблема, но вы знаете, как ее обойти. И лучше знать эту проблему, чем не знать. Правильно? Естественно, мы прощаем, а тем не менее. то же и со святым древом. Когда человек просто тянет карту с вопросом, что у меня будет там завтра, допустим, а там башня. Это одно. А когда человек знает, что башня по английской системе находится между сферами хоттан и цар, то он может выбирать, а в какой аркану лучше двигаться и что для этого предпринять. Я бы стремился, конечно, в таком случае к восьмерке жезлов. Ну, как наименьшему злу. А для этого нужно сосредоточить свои усилия на воле и интуиции в этот день, так как это свойство жезлов. А действовать преимущественно головой, рацией, почему? Потому что идем в сферу ходу, в сферу интеллекта, в сферу мягкурия. Тогда башня, аркан, окажется всего лишь новым трансформативным опытом, волной заглестнувших событий, новой информации, потоком скоростной информации, меняющей восприятие реальности, что зачастую воспринимается даже с восторгом, с упоением, а не крахом и не катастрофой. И уж тем более не болезненным самоотравлением иллюзий, как если бы человек сосредоточился в этот день на эмоциях и двинулся бы в сферу мецаах. И попал бы в себя учащий благополучно. Древо Эцхагаим и использование карт Таро как системы позволяет выстроить карту духовной реальности, что спасает от любого фатализма. Однако, даже использование такой прекрасной системы, как карта Таро, решает проблему лишь частично. Так как не будем забывать, что Таро это тоже система, это тоже языковое поле, тоже дискурс. И он также имеет свои ограничения и проявляет свой контроль над нами, как и любой другой дискурс. Чтобы система стала инструментом, для этого нужно владеть хотя бы двумя принципиально отличными системами, чтобы уметь выбирать в каждый необходимый момент времени более пригодные из них. только находясь между двумя равноправными системами или парадигмами у человека есть выбор. Да, это сознательный выбор ограничений, которые представлены в виде этих отдельных систем, но этот выбор есть. Внутри же одной системы выбор иллюзов. Он на самом деле призыв. Приведу пример системного подхода на примере святого древа, более известного как древа святого древа. Почему так мало оккультистов реально понимают его структуру? А потому что они ее запоминают как дамы насти. Они используют именно как систему, так как они не пользуются ее историческими аналогами, а используют одну единственную, вот эту. Приведу ради примера четыре базовых системы святого древа, все они в равной степени легитимны и исторически аутентичны. Первая это модель величайшего каббалиста Реба Ицаха Лурии 16 столетия. Пути тут совершенно в ином порядке. Так что если расположить тут старший аркан, он окажется между другими сферами, что реально очень сильно откорректирует значение каждого аркана. видите здесь нет отход иныцах кмалкут путей, зато есть пути пересекающие бездну от бины и от хатмы идущие пути. Так что и расположение совсем другое. Путь Алип это путь соединяющий Хесет и Гвуру. Здесь совсем другая система. Вторая модель это модель из известнейшего и сложнейшего каббалистического трактата Паш Мацаров. Это тоже трактат эпохи Возрождения. Стариннейший аутентичный трактат. Тут вообще не изображены пути, но главное здесь не это. А то, что система сфератических планетарных соответствий тут предельно отлично от той, к которой каждый любитель Таро привык. А это тоже радикально скажется прежде всего конечно на минорном, на малом аркане. Ну и на большом также, так как я здесь предлагаю либо пользоваться путями Лурии, либо соответственно Золотозаревской более традиционной и привычной модели Таро Древа Жизни. Третья модель это система Святого Древа известного ученого-энциклопедиста 17-го столетия Афанасия Керхера. Здесь иная тоже система соответствий планетарных, а я ее очень часто включаю в свою лекцию по малому аркану, потому что я предпочитаю пользоваться всегда как минимум двумя системами, я обычно использую Золотозаревскую и Керхер в паре. Здесь все начинается с Луны, потому что если вспомнить знаменитую каббалистическую максимум, маловут всегда у нас над головой. Это не мерзенье. И наконец четвертое Древо Жизни это традиционное Древо, которое прижилось в магической традиции благодаря деятельности Ордена Золотая Золя, потому что они избрали именно его. Так вот, если человек не понимает, что все эти карты, все эти модели Святого Древа раскрывают разные грани одного и того же явления, одной и той же реальности, то он не сможет понять этого явления и с помощью какой-то одной раз и навсегда увеличенной системы. Так как система это только план, только карта, а бывают экономические, политические, геологические, географические карты, и они не посвящены разной местности, просто они показывают на этой местности разные фемометры, которые присутствуют на одной и той же территории. Но территория здесь всегда одна и та же, наделена разными значениями в зависимости от поставленных задач, от целей. То же происходит на самом деле и в мире Духа. То есть как я привел пример с картами, вот это карта мира Духа. И все они раскрывают одну и ту же реальность, просто цели и задачи в этих карт были бы немного различны. Они не противоречат друг другу, не надо бить друг друга по макушке, да, мы там за французскую школу, мы за английскую, нет, а мы все-таки французы, мы раньше появились, а мы лучше, да, это глупый спор, это спор слепого с глухим, классический пример, спор слепого с глухим, по этой причине нужно всегда изучать несколько систем, дабы уметь ими пользоваться, а не быть их заложниками, по этой причине у нас на Кастале каждую пятницу люди получают две лекции по одному и тому же аркану, по телемической колоде, которую читает Олег телемский и по французской колоде, допустим, как было в прошлом году, который читал я по французской школе, разные колоды показывал, и в этом году это второе треное в парку идет. Да, такое на первых порах может запутать, кажется, ой, как сложно, здесь одно было соответствие, здесь совсем другое, но запутать это может только действительно на первых порах, а если человек не сможет в этом разобраться, то лучше ему не работать с тобой, честно, честно лучше не работать, потому что может очень печально закончиться, потому что пока человек не использует две системы как систему, выбирая каждую из них, каждая конкретная ситуация, он заложник того, а не того его инструмента. Знаете, это у Карла Густава Юнга в одном из последних интервью была такая любопытная образа, он обратился к публике и говорит, вот все вы знаете, что у вас есть комплексы, а представьте, что я вам скажу, что у вас нету никаких комплексов, это вы есть у ваших комплексов, в этом смысл, то есть мы думаем, что мы купили колоду, значит она наша, а черт издалит. Да? А можно вопрос, скажите, под разными системами подразумеваются разные системы или вообще магические системы? Можно считать владение, предположим, рунической системой, да, или второго? Считать вот этим балансом? Можно, можно, то есть руника как предсказательная система, я тоже активно пользуюсь, и как магическая, и как магическая система, разные футерки там есть, да, можно в том принципе пользоваться, примерно. Вот, можно футеркам разным пользоваться, да, да, да. А вот периодически у многих авторов встречается стремление свести, например, арканы к еврейскому алфавиту, все это вместе к рунам, соответственно, все это вместе к астрологии, соответственно, в результате мы из разных систем делаем какую-то адвину, и по логике лекции получается, что мы занимаемся к рунам, и фигня, причем вредно. Если это делать, разводя это, да, то есть мы эту ситуацию рассмотрели с точки зрения астрологии, рассмотрели ее с точки зрения рунки, рассмотрели с точки зрения король, это не фигня, мы увидели, а если мы смешиваем эти системы, это называется эклектика, а эклектика в мышлении, это называется психоз, это лечение, но резко. То есть вы согласны с множеством, что находить какие-то астрологические несоответствия арканам, говорить, что это одно и то же, что главное слово сказали, одно и то же, то есть когда мы берем любой аркан тороги, безусловно, мы можем в нем найти компоненты отдельные тех или иных знаков зодиака, компоненты букв иврита, причем разных, естественно, в английской и французской они не совпадают, как вы отлично знаете, и раскрывается поле, смысловое поле аркана. Если мы наоборот берем, допустим, астрологию как основу, мы можем на каждый астрологический знак привести разные арканы при раскрывающем его смысловое поле, но когда мы делаем знак равенства, вот самый страшный знак равенства это мы говорим, допустим, сфера, но царь, это Венера. Нет, 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 сфере, но царь проявляются определенные аспекты, которые соотносятся в традиционной астрологии с действием планеты Венера, но они есть и в сфере и в Бене, и даже в Гвуре, понимаете, они есть даже в Есе, их можно, но где-то их больше, где-то их меньше, приравнивать вот в этом катастрофе, и гляньте, когда мы говорим, а, это все одно, вот этот, там, типа, индийский бог этот-то равен этому греческому, а он же равен Одину, а он же равен этой, там, такой-то руни, такой-то карте Таро, вот это психоз, да, а если мы именно разные системы используем в помощь другой системе, осознавая, что это мы выделяем важную компоненту определенную, тогда это безусловно хорошо, это же смысл-то включить как можно большее поле амплификации, как можно большее поле задействовать, чем больше поле, тем больше изменения происходит, поэтому система золотой золи не глупая система, они не ставили знак равенства, и книга 777 это не книга, которую надо вот так столбцы читать, более того, кто читал внимательно, тут знает, что там множество божеств по нескольку раз используется, нужно к ней еще понимать, какой комментарий идет, благо дело мастер его написал, есть и более новые варианты книги соответствия, они к сожалению на английском, но есть, так что хороший вопрос, спасибо, но таким образом, понимаете, смешение, как я уже сказал, вот допустим, есть второй тель, и как вы его будете приравнивать к второму советской традиции, простите, да, тель, тель, да, там 22 аркана, только почему-то один 78 дурак, да, то есть там старший аркан обнимает всю колоду, да, целиком, потому что идет 21, потом карта фигурная, минорный аркан, и дурак последний 78, но самое-то страшное, что там совершенно иное распределение ее логики, потому что есть карта дурак, а есть, например, карта хаоса, а я бы скорее с уайтовским дураком хаос бы сопоставил это и мы, а совсем не дурака, то есть есть феномен, допустим, в жизни каждого, что такое хаос, ну все понимают, а вот если вы попытаетесь этот хаос выудить в Кровлянской или Уайтовской колоде, вам для этого понадобится добрый десяток карт, а здесь на это одна карта, но зато какие-то другие детали, естественно, пропущены, потому что карт по-прежнему 23, то есть какие-то карты объединены, какие-то наоборот разделены на две отдельные карты, вот как дурак и хаос, да, и так далее, и получается, что, то есть только Лефас Левини, не разобравшись, не захотел, не захотел просто разбираться, пишет, что вот и Тейла там свободно переименовал Арканы, да он их не переименовал, он другую систему сделала, совсем другая система, совершенно, и как она выстроена, уж поверьте, дотягивают до нее только Краули и Золотая Заря, это продуманнейшая система, но совершенно другая, совсем другая, и поэтому, то есть, если мы будем их приравнивать, там, и Тейловское Солнце, допустим, там, с Солнцем Краули, ну да, это психушка, это психушка, если же мы понимаем, что, допустим, там, в Аркане Хаос Тейлы находится и Аркан-башня Краули, и Аркан-бурак Краули, да, и Аркан-маг Краули, даже Аркан-оон Краули, аспекты не целиком, определенные аспекты, вот тогда мы видим, что это просто новая модель реальности, но что же, кстати, есть, это внутренняя составляющая Святого Древа, которая так важна для Аркана-второго, и почему это нужно знать? Дело в том, что Святое Древо, изначально это мысли, это карта Абсолюта, это карта эманации Божества, если вы человек верующий, и карта экзистенции бытия, если вы человек неверующий, разница от этого не особая будет. В этой реальности есть много граней, и человек, находясь в этой реальности, не может не касаться какой-либо из этих граней. Да, если уж он в этом мире находится, то он не обязательно в какой-то гране касается. Однако, человек – существо живое и существующее во времени, а это значит, что он находиться в одной гране, в одной сфере божественной экзистенции долго он не сможет. либо он уйдет с этой ситуации, либо эта ситуация уйдет от него. Так что человек всегда находится в движении по этой карте, по этому плану. Хочет он этого или не хочет. Так вот, движение между двумя соседними сферами – это и есть старший аккан аккан. Вот по какой причине у них так много смыслов и значений. Так как кто-то выделяет конечную точку, куда идет этот аккан, а кто-то выделяет исходный пункт, а кто-то сам процесс движения. Кого-то этот процесс пугает, а кого-то радует. И вот какое уже огромное смысловое поле, а при том говорим мы об абсолютно одних и тех же но все мы отлично знаем, что человек многосоставен. Какие-то части индивидуальности человека тянут его назад, а какие-то улетают в заоблачные высоты. И это не расщепление личности, это не диссоциация. Таким является каждый неинтегрированный человек. То есть каждый человек, который очень-очень много времени не работал над своей самоинтеграцией. То есть это не болезнь, а естественное первоначальное состояние. Так что не нужно этого стыдиться, просто это нужно принять как факт и с этим работать. Таким образом человек может сразу же находиться в зависимости от вопроса совсем в разных местах святого древа. Французская школа с ее смещением старших арканов с отнесением с буквами еврита на один аркан относительно английской более интегративна. Она больше может вместить опыта поколений и нести его вперед. Английская школа опережающая французскую на один аркан соотнесение с путями древа более импульсивно. Это своего рода авангард несущийся вперед в будущее. Но настоящая подготовленная военная операция не состоит лишь из прорыва авангарда. Нужен и тыл, подкрепление и традиция. По крайней мере то ценное что из этой традиции есть здесь и сейчас. Ведь традиция и история важна нам не то что просто когда-то было и забыли и прошло. Но то что сейчас живет из прошлого. Ну к примеру там не знаю Фауст Гёте это пьеса начала девятнадцатого века или это современная пьеса. Ну наверное если читающие ее сейчас люди меняют свое отношение к реальности то это современная пьеса. И нам по сути все равно когда она написана если мы не искусствоведы. Нам важно что она может дать нам здесь и сейчас. Так что прошлое французской традиции это не то что просто нужно забыть. Человеческое восприятие нелинейно и история тоже нелинейна. Наше восприятие вот такое. Иначе бы мы не могли сравнивать события между событиями. Вот. По этой причине исследование исторических колод исторический систем древа жизни это не просто дань почтения прошлым векам но наш выбор будущего и наше место в настоящее. так что пользуйтесь разными системами и пользуйтесь ими именно как системами. А во-вторых пользуйтесь ими не смешивая одну и другую. Так эклектика до добра пока еще никого не доводит. Как не должно к примеру делить все государства на географической карте по бассейнам реку. Есть карта показывающая где реки находятся а есть карта где государственные границы проходят. Это одно а это другое. Иначе просто будет международный конфликт. И такие конфликты очень часто в голове у людей происходят. Это между внутренними субличностями там война целая сгорается. Вот. Таким образом им нужно решать эти проблемы. Хотел еще сказать очень важную вещь о том что большинство людей непосвященных кто мало работает и понимает эту систему больше всего интересуются конечно будущим. Хотят знать будущее. Что будет. Но что то если человек узнает что завтра допустим у него будет аркан император то может этого не заметить. Если он не знает у него нет опыта проживания этого аркана. Скаж наврал таролог. обманул. Он ожидал что ему начальник по башке даст. А этого не произошло. Мне интересно что происходит здесь и сейчас прежде всего. То есть научиться осознавать в каждой конкретной ситуации где вы сейчас находитесь на святом трене. Где вы сейчас находитесь слушая эту лекцию. Где вы сейчас находитесь каждыми разными составляющими вашего существа. То есть определиться сначала в карте где вы бессмысленно спрашивать звонить человеку даже лучше всех знающим город куда вам уйти если вы не можете сказать где вы находитесь. Ну что он скажет идите на север. Что что то есть нужно прежде всего определиться где мы сейчас находимся и знать что настоящее как оно отображено здесь а в этом настоящем уже самому выбирать каким будет ваше будущее и тогда оно будет лишимого фатализма это будет свободный выбор свободный выбор понимающего человека но для того чтобы это осознавать человек должен иметь опыт опыт проживания каждого аркана а естественно накопить такое большое количество опыта на личных шишков ну я бы во первых не пожелал никому а во вторых это очень много времени займет и тут нам на выручку приходят произведения искусства нужно очень очень много читать слушать смотреть и не просто читать слушать и смотреть но пытаться каждую ситуацию в своей жизни и в произведении искусства пытаться осмыслить через арканы того привычной для вас хотя бы системы с которой вы постоянно работаете из святого древа или сочетания арканов чтобы вы точно знали вот это опыт такого-то аркана вот это опыт такого-то аркана тогда вы наполняете копилочку этого аркана вашим личным отношением вашим личным опытом без этого просто вы не заметите когда второй раз вам вернется этот аркан если вы не проживали много-много раз в разных уровнях аркан император вы не заметите, что он у вас был. Мы сами себя ограничили какого-то другого человека и не заметили. Сказали, привычная ситуация, обычно так бывает. То есть очень важен опыт. Многие люди боятся, вот, многие книги толстые. Представьте себе просто картину, даже какое-нибудь полное собрание мастеров, которые очень много написали. Ну, там бывает по 40 томов у каких-то писателей. Ну что, за сколько нужно реально времени, чтобы прочитать 40 томов? Ну, не больше года, согласитесь? А вы получаете опыт всей жизни великого человека, который умел подмечать детали. Сколько там нужно времени на просмотр фильма? Полтора-два часа. Вы получаете опыт, бывают режиссеры как Тарповский, которые фильмы в единичном экземпляре снимали, там до десятки не дотягивали, понимаете? Как Леонардо да Винчи картина, да? То есть по пальцам можно сосчитать. Зная это, вы получаете опыт всей их жизни. Вы компенсируете свои грабли, шишку, да? Их граблями, да? Они набивали шишку и поделились с вами. И это очень быстро и очень результативно позволяет накопить опыт, когда человек смекает. А, вот это вот как вот там-то, а вот это как тот-то герой поступал, а вот это как в том-то фильме. Опять же, не нужно ставить знак равенства. Нужно производить, проводить аналогию, параллель определенную. Что вот эта ситуация связана с вот этим-то, вот это с этим. Я бы проводил на сегодня пример там с блокбастером «Матрица». Да, «Матрица» не совсем корректное слово, это все-таки истина, да? «Матрица» все-таки с корректной математикой относится. Не совсем то же самое. Но тем не менее. Вот. Так что вот этот параметр опыта очень-очень важен. Я поэтому специально в своем курсе по Итейле в этом году даю после лекции полу-полуторачасовой в конце всегда медитацию с музыкой эпохи Итейла. По каждому аркану специально мной отобранную. Чтобы люди смогли погрузиться и получить вот этот... Там пять минут на это, ну, десять минут на это уходит. А люди получили опыт этого аркана. До этого это была только информация, понимаете? Один одно понял, другое другое. Но когда человеку искусство, искусство прикасается к глубинным слоям, да? Оно идет не только к сознанию, но идет и к бессознательному. Особенно музыкальное искусство, да? Это сложный язык, не связанный с вербальным выражением, со словом. И человек тут же получил там за пять минут. Но это нужно отобрать. Нужно понять, что вот это произведение точно по этому аркану. Потому что слова бывают обманчивые. Когда я подбирал живопись по хаосу, сначала думал, дам хаос там Альвазовскому. Нет, все-таки не совсем то же самое. Подобрал другую картину этого же художника. И получается, то есть название может нас обманывать. Художник назвал одно, но имел в виду немножко другой аспект. Потому что хаос тоже бывает разный, да? Хаос и Гесиоды бывают. Таким образом, суть моего выступления в том, что только владея двумя различными системами и понимая, что так называемая реальная жизнь, это всего лишь привычная для нас система, такая же система, как та, которая выпадает в раскладе Торо. Только владея двумя системами, стоя на грани этих парадигм, мы можем выбрать одну или другую. Вот только тогда происходит наш сознательный выбор. А если вы владеете большим количеством систем, это вообще прекрасно. Продолжение следует...